Рассмотрим некоторые возможности по выравниванию объектов друг относительно друга. У нас есть набор элементов, которые мы можем использовать для выравнивания. А также на панели инструментов есть специальные команды для выравнивания объектов. Рассмотрим команду, которая называется align выравнивание. Для того, чтобы воспользоваться данной командой, необходимо выделить один из объектов, тот объект, который мы будем перемещать, устанавливая относительно другого объекта. Например, вот этот элемент я хочу установить в центре вот этого элемента. Для этого я выделяю элемент, который буду перемещать, активирую команду выравнивания. Можно с помощью вот этой иконочки использовать комбинацию горячих клавиш Alt-A. После чего курсор поменял вид свой на значок выравнивания. Выделяем объект, относительно которого будем перемещать наш объект. И открывается диалоговое окошечко, состоящее из трех вкладок. Рассмотрим первую вкладку. В данном случае наши объекты, которые находятся в этой части экрана, все позиционированы по глобальной системе координат. То есть ось Z вверх, ось Y в соответствующие стороны. То есть объекты не вращались. Значит, первая вкладка Align Position позволяет выровнять вдоль осей наш объекты, вдоль осей друг друга. Например, для того, чтобы установить в центр данного объекта, мы выбираем три оси по трем осям. И выбираем тип позиционирования. Здесь разбита вкладка на две части. В левой части у нас располагается параметр, который называется Current Object. То есть это тот объект, который мы планируем перемещать. И Target Object это целевой объект, относительно которого мы будем совершать выравнивание. Нам нужно выровнять относительно, например, центров и указать, по каким осям мы будем выравниваться. X, Y и Z. Я вам напоминаю, что мы можем выравнивать не только по геометрическому центру, но и по Pivot Point, по опорной точке. Выравнивать объекты можно по опорной точке, например. Эти объекты создавались на нижней плоскости, соответственно, опорная точка у большинства объектов здесь представленных располагается на нижней грани. Установили и нажали кнопочку Apply. Если нам необходимо, чтобы по оси Z этот объект лежал не в нижней части, а в верхней, мы выбираем позиционирование по оси Z и меняем для текущего объекта нижнюю. Ставим грань для объекта неподвижного, ставим верхнюю грань, ну или обратно. Но в данном случае по опорной точке мы с вами отпозиционируем правильно данные объекты. Далее мы закрываем. Допустим, мы хотим вот этот вот элемент, колпачок, установить вот на вершину данного цилиндра. Опять активируем комбинацию Alt-A, выделяем данный объект и можно изначально поставить по центрам, по трем осям, применить. После чего выбрать ось Z, указать, что минимальная часть этого объекта должна находиться на максимальной части этого объекта. И нажать кнопочку OK или Apply. Таким образом мы с вами установим этот колпачок в верхнюю часть вот этого цилиндра. Есть у нас еще несколько элементов. Например, вот небольшая ось, которую мы установим на верхушку этого колпачка. Позиционировав по трем осям, а потом установив на верхнюю часть. И у нас есть флажок, который мы позиционируем для простоты точно таким же методом. Но здесь, как вы видите, опорная точка у него располагается не в нижней части, а в боковой части. Что здесь необходимо будет сделать? Значит, нам необходимо по оси Y отпозиционировать или в эту сторону. Ну, в данном случае лучше было бы, конечно, отпозиционировать в эту сторону. Этот флажок. Минимум по оси Y, то есть это боковые стороны. Минимальная боковая сторона одного объекта, максимальная боковая сторона другого объекта. Нажимаем применить и по оси Z мы можем отпозиционировать по центру, по опорным точкам или минимум-максимум, минимум-центр. Ну, в данном случае минимальное значение к центру более адекватно выглядит, поэтому можно таким вот образом отпозиционировать. Вот мы использовали инструмент выравнивания вдоль осей для того, чтобы правильно его отпозиционировать. Как же поступить, если необходимо ряд объектов установить впритык к другим элементам? Можно воспользоваться опять командой позиционирования, предварительно выделив этот ряд объектов, и указать, каким образом мы будем позиционировать. Ну, допустим, опять по геометрическому центру. И посмотрите, что произошло. Наши объекты, поскольку они не были сгруппированы, они все установились в центр. Такой вариант нам не подходит. Поэтому в данном случае эту часть необходимо сгруппировать. Только после этого выполнять позиционирование. И по оси Y. В данном случае, почему произошло вот такое вот действие? Дело в том, что опорная точка для группы, она взялась вот в этом месте, в определенном центре. Ну, тем не менее, несмотря на то, что здесь вот этот объект по центрам немножко не так, как мы хотели, был отпозиционирован, все равно мы установили впритык к этой боковой грани, эту боковую грань. Давайте рассмотрим на втором примере следующий вариант позиционирования объектов. Я вам напомню, что у каждого из объектов есть своя локальная система координат. Есть глобальная система координат, которая всегда смотрит в одну сторону. И есть локальная система координат, которая направлена в ту сторону, куда объект был повернут инструментами трансформации. Давайте посмотрим, как же выровнять вот данные элементы. Вы видите, они под разными углами находятся. Но создавались они идентично этим. И центр трансформации у них, вернее, опорные точки находятся в тех же местах. Вот. Значит, вернемся в центр трансформации view. И активируем команду выравнивания и выровняем относительно вот этого элемента. Нам известно, в каком состоянии находится здесь система координат. Вторая вкладка, которая называется Lane Orientation в скобочках Local. Выравнивание ориентации в скобочках локальных систем координат объектов. Значит, мы можем выровнять углы, на которые эти оси были повернуты. Вернее, используя в качестве шаблона вот эту вот стену и его оси координат, повернуть объект. Например, по оси Х поворота там нет. По оси Y, пожалуйста, и по оси Z выровняли этот объект. Ну, и в принципе, можно, долго не расшаркиваясь, выделить все объекты, которые были странно повернуты. И взять, выровнять их по вот этим вот углам поворота. И нажать кнопочку Apply. Дальше необходимо опять-таки собрать этот вот конструктор с помощью комбинации Alt-A. Выравниваем по трем осям по центру, устанавливая одно к другому. По оси Z устанавливаем... По оси Z устанавливаем минимум. Мы в соответствующих местах устанавливаем шапочку. Вначале по центру, потом по оси Z устанавливаем на нужное место. Устанавливаем ось по центру и по оси Z в соответствующее место. И оказался неправильно повернут вот этот вот элемент по какой-то причине. Ну, мы его просто на 90 градусов повернем по необходимым осям. И опять-таки с помощью команды выравнивания поставим в нужную позицию, допустим, по центру, а потом по оси Z вот, допустим, в эту сторону. Точно так же можно сгруппировать эти части. И опять можно выровнять по центрам и установить по оси Y в нужной части. Здесь, почему вот такой вот большой пробел? Потому что выравнивалось по контуру группы. Контур группы в данном случае, вот этот вот флажок, вот по нему и выравнивались эти два объекта. Вот, то есть для того, чтобы выравнивалось по колпачку, например, нам необходимо было в группе провернуть этот флажок в другую сторону, чтобы он не мешал. И выравнивалось уже по вот этой части впритык. Ну и осталась последняя вкладка, которая у нас есть. Давайте поступим следующим образом. Для того, чтобы увидеть, как она работает, мы с вами возьмем этот элемент. И поскольку она отвечает за масштабирование, значит, по оси Z мы его отмасштабируем, вот здесь снизу показано, на 200%. То есть если не видно, вот мы вызовем кнопочкой в 12 окно ввода данных, и по оси Z мы на 200, пусть будет 30 точное число, мы отмасштабировали по одной оси данный элемент. Далее мы хотим выровнять или подобрать масштаб, соответствующий этому объекту. Опять нажимаем Alt-A. И здесь последняя вкладка называется Match Scale. Подобрать масштаб. Мы знаем, что по оси Z мы производили масштабирование вот этого объекта. Нажимаем по оси Z. И масштабирование по этой оси с этого объекта переносится на этот элемент. Можем взять, отмасштабировать по другой оси. Например, по оси Y. Опять масштаб возьмем с целым числом. И выровняем эту башенку по масштабу, в данном случае оси Y. Вот таким образом мы можем использовать данный инструмент для того, чтобы трансформации масштаба брать из другого объекта. Ну и подытожим три вкладки, которые позволяют позиционировать перемещение по осям пристыковывая объекты граням друг друга, верхним, нижним опорным точкам и центральным частям объекта, центральным точкам, геометрическим центрам. Вторая вкладка позволяет подбирать углы вращения по трём осям. И третья вкладка позволяет подбирать масштабы для вот этих вот объектов опять-таки по трём осям. Есть ещё одна команда, которая называется Shift-A. Быстрое масштабирование. Выделяем объект, нажимаем Shift-A и щёлкаем по объекту, относительно которого мы масштабируем. Значит, задействуются опорные точки. Они автоматически выравниваются друг относительно друга. Это вторая команда. У неё особых настроек никаких, в общем-то, нет. Вот, она действует вот так вот. Если мы хотим более подробно работать, значит, необходимо использовать команду Alt-A, которая обладает вот этим вот диалоговым меню. Благодарю за внимание. Развивайтесь и обучайтесь вместе с нами. До свидания.